Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Games. Сегодня у нас обзор нового проекта. На момент съемки ему исполнилось всего 2 недели. Проект вышел в онлайн и он открыт. Называется он Russian Life. Располагается на сборке Arma 3. Ну и можно заметить по карте, что это старая юнионская сборочка. Но она уже немножко перелопачена. В общем-то на что я и предлагаю вам посмотреть. Ну а сам же обзор мы проведем немножко не в стандартной форме. Я попробую зайти не только посмотреть на этот проект, а еще и поучаствовать в каких-то мероприятиях этого проекта. Может быть что-то пофармим, может быть в чем-то поучаствуем. Посмотрим на какие-то интересные решения этого проекта. Но я буду не один, а я попробую зайти сюда со своим другом. Ну и давайте начнем! Ну и пока мой друг качает мод, я пошел посмотреть, какие подъемные здесь дают. Заодно и посмотрим, что за аппаратик. Аппаратик, конечно же, старый, принадлежащий этой сборочке. Ну а пособие вы видите. Здесь не просто так все в миллионах. Как я и сказал, сервер называется Russian Life. То есть эти цены не просто так. Это такая симуляция российской жизни. Поэтому и цены вот такие вот. Ну а я же допустил огромную ошибку. Как видите, я снял деньги. Они сейчас со мной. И я решил продолжить ждать моего друга. Друга ждать пришлось почти два часа. Дело в том, что живет он в Корее. И мод качался очень и очень долго. Ну, видимо, проходил таможню. Мне же ничего не оставалось, как стоять и развлекать себя всеми возможными способами. Ну вот, например, посмотреть, как выполнил здесь планшет. И как видите, планшет хоть и старого образца, и он включается через нижнюю кнопку. То есть не как сейчас делается. Нажал планшет, и он сразу же выскочил. Нет, здесь его надо включать. Это как раз-таки еще одна особенность, когда это считалось модным давным-давно. Ну, планшет выглядит вот таким вот образом. Как видите, он тоже немножко перелопачен. Добавлены обои. Обоев очень много. И следующее, что, как вы можете сейчас заметить, с этого места, со стандартного места, был убран магазин хостоваров. А я продолжал стоять и ждать своего друга. Все возможные занятия уже у меня закончились. Я начал ловить бабочек. Но и это очень быстро наскучило. На этом проекте есть мод паркур. Но он очень старенький. Что я имею в виду, говоря старенький? Алды, которые играют давно в Варму, наверное, знают, что раньше мод паркур ставился отдельно. Сейчас на последних сборках он уже вшит в мод. А раньше надо было его прописывать отдельно на отдельную кнопку. Вот этим-то я решил позаниматься. Но паркурщик-то я еще тот, поэтому все закончилось вот так вот, как вы сейчас видите. Но беда в том, что деньги-то я снял. Я же вам это показал. А медиков-то нету. А мод, который качает друг, все еще проходит таможенный контроль. Субтитры сделал DimaTorzok Ну прям, собери, пока дают, говорю. Во, теперь я буду нормально говорить по-человечески. Советую все-таки сейчас выйти в лобби, где выбирается персонаж полицейский, медик или гражданский. И затем обратно появится здесь. И что, будет много денег, что ли? Денег не будет много, но техника будет дешевле. Скажем так, вместо 20 миллионов она станет уже 8 миллионов. А, ты имеешь в виду, что мне випку дали, да я понял. А мне сейчас только что это за Фрина, или как ты ее называл-то, зафира, которая денег дала, она мне предлагала випку, и я отказался. Да, за это зря. Ну я гордый, что тут сделаешь. Ну не знаю. Ты же не просишь ее, не выпрашиваешь ее тебе так выписывать, ну как к новоприбывшим всем, чтобы до старта, чтобы они могли приобрести себе, скажем так, фуры и так далее. Ну я сейчас корешу, корешу сейчас встречу, я ему то скажу, что, по-моему, он пошел за фирикой, а я гордый, я все равно останусь гордым. А ты чего из этой глуши-то делаешься? В Ковалу надо ехать. У тебя есть транспорт. У меня есть транспорт. Можешь меня отвезти в Ковалу, у меня нет транспорта, я только зашел. Поехали. Ну вот, вишь, мир не без добрых людей. Ты, конечно, да, даешь. Она, по-моему, у тебя все равно появится, то есть, неважно сейчас или потом просто. Я ее порву и выкину, что это такое-то, я не хочу. Вряд ли. Ну и вот пока этот человек любезно подвозит меня до Ковалу, я, наверное, поясню все-таки, что же произошло. А произошло следующее. Я, испытывая паркур, разбился об забор. Ну и, естественно, умер. Медиков не было. Вернее, медики были, но они были в отпуске. Поэтому никто помочь мне не смог. Мне пришлось перезайти. Перезашел я для того, чтобы этот круг, который образовался в Ковале на месте моей смерти, исчез. Но появиться в самой Ковале мне все равно игра не дала. Мне пришлось зайти в Атиру. Ну и в Атире мне повстречался вот этот вот человек. Это оказался администратор этого проекта. В общем-то, он и навязывал мне эту випку, от которой я все-таки отказывался и отказывался. Ну вы все знаете, что я всегда играю без випки для того, чтобы показать вам натуральный, истинный процесс этой игры. Но випка потом мне все равно, к сожалению, появилась. Но не об этом сейчас суть. А как говорится, что не делается, делается к лучшему. И моя смерть привела меня к тому, что я познакомился с местной администрацией. Ну и пока мы ехали, мне, конечно же, любезно рассказал о планах этого проекта. О том, когда он открылся, что здесь вообще происходит и что будет происходить. Ну и любезно согласился показать транспорт, который в скором времени введут или уже ввели на этот проект. Транспорт, конечно же, тоже очень интересный, и он подходит к этому проекту. Напомню, что проект называется Russian Life. Соответственно, и техника здесь тоже соответствует этому названию. То есть и много российской техники, и много российской символики. Ну, это все вы сейчас увидите. Но, как видите, мы уже приехали в Ковалу. Так, а где этот жопушник-то мой? Ах ты жопа, ты уже здесь, блин? Сборки. Здорово, пацаны. Здорово. Смотри, я тут познакомился с нужными людьми, сейчас скажу, тебя убьют нафиг. Ну что, пошли смотреть, что тут говорят, фуры очень дорогие. Я, кстати, друга прикрую, что он качает уже армию. Это самое, вот есть совет. Выйди в лобби, тебе дадут випку, и тогда будем на тебя все покупать. Я-то гордый, я не пойду. У меня не работает планчик. На Y нажми. На Y нажми, блин. На Y нажми. Он скорее, у них нет Y. Чхан-дау, чхи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Он сейчас поймет. Ну что, ты не включил просто ГАР? Ну что, вы, ребята? У меня кроме лицензии водителя ничего нет. Нет, у нас справа должно писаться снизу. Справа у лоб. Там, где удалить, удалить использовать вот это вся хуйня. А, не-не-не, нету, нету. Все, иди в лобби, сейчас у тебя появится. Хорошо. Я тебя жду на этом же месте. Только, бога ради, не через два часа возвращайся. Фигару не нужно, не нужно ли ты держать. В киоске, значит, в киоске, значит. Костюмчики прикупим. О, смотри, а здесь тоже чела стоят. О, вот где надо покупать-то. Ну, одежда так себе. Одежда, в общем-то, старенькая. Ничего интересного нету. Одежка старенькая, старенькая. Много поменя на картиночек. Ну, имею в виду, вот, цветовая гамма. По помененному киоске. Вот весь нестандарт этого проекта, что вот здесь вот такие вот костюмы. Ну, раскрасочка такая. Ну, а так, в общем-то, вот. Ничего посмотреть, такого уж очень интересного нету, к сожалению. Не знаю, что одеть. Ну, что-нибудь, наверное, типа вот этого. Пятерку стоит. Вот здесь цены-то, да? Ну, здесь и подъемные дают. Приличные, я бы так сказал. У этого чего? Универмак. Берем сразу же GPS-ку. Все по пятерке. Бац-бац, пятерка, пятерка. Так, что еще тут надо взять? Возьмем отмычку. Значит, здесь есть эти беконы, или как они называются? Беконы, по-моему. Тактический бекон, значит, есть. Сейчас мы это тоже прикупимся. Но вот то, что и нужно, то нужно. Крупные модельки. Несмотря на то, что сборчик старенький, а модельки крупные. Так, вернемся. Рюкзак-то я не взял. Заодно и посмотрим, может, что по шляпам есть интересное. Шляп много, кстати, но... Но старенькое все, к сожалению. Ковбойских шляп нету, да? Не ввели еще, видимо. Ну, вот такую возьмем. Футболку и бог с ней. Далее смотрим жилеты. Жилетов много. Жилетов много. Не знаю, можно ли их носить. Наверное, можно. Раз они продаются. Это же предметы отдельно, что ли, покупать? Кто это? Ну, вообще все. Также можно сразу выбрать набор, а потом оплатить в самом конце. Когда все выберешь. Есть корзина? Я корзину не вижу. Нет, 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 там просто выбираешь сначала шмотки, потом убираешь там шляпу, какую-то надо. Ну, почти все выбрался, я там персонаж построил и в конце оплатить. А, ну вот это туда. Просто по отдельности все покупаете. Так, бородавки, сигарки. Это нам не особо интересно. Вот, возьму вот это. Это он имеет в виду, что вот так вот я выбрал. Потом вот это вот. Какой рюкзак лучше брать-то? Не знаю, не все одинаковые вроде. А я тебе возьму, у меня же этот, еще, блин. Ну, здесь-то мелочиться не будем, чем мы. Я ж горький. В этот раз возьму красный. Ну, я уже все купил, смотри, как я выгляжу, вообще молодец. Все? Так, тут разобрались, да? У нас одинаковые зелеты. Да-да-да-да-да. Братцы, акробатцы. Как у нас все просто одинаковые. Так, что мы еще не взяли? Лицензии взяли, все, взяли. Пошли в магазин, тогда машину смотреть. Уазик есть, смотри-ка, Симба. Давай уазик хоть возьму. Подожди ты, дай хоть посмотреть на него, а что-то он какой-то. Я первый раз такой уазик вижу. Ну, я тоже. Поехали. Ну, жучок есть еще. Да подожди, дай посмотрим, ты ли ты еще хочешь. Сколько он у тебя, кстати, стоит? Сколько стоит Симба? Сколько стоит? 160. А, у меня 400, меня здесь не уважают. Не хочешь выйти зайти? Нет, я же сказал, я гордый. Слушай, ну машинки-то есть. Что, берем, а то пешком ходи. Давай, давай, не бери. Маленький выбор. Ну, я бы не сказал, я видел гораздо меньше. Салон BMW недалеко, можно там еще заехать, посмотреть, что есть. А еще есть? Я же бы не видел. Нет, здесь по автосалонам все нормально, тут они разделены. Здесь типа общая, есть отдельные салоны Mercedes, BMW, Aguar и Ford. Тимурка уважает отечественные. Поехали на отечественные, я вас прокачу. А, вот видишь, он кореец, он любит хендай. Хендай. Да, у меня, кстати, тоже есть, по-моему. Серьезно, есть хендай? По-моему. Нет. Ну, что, решай. О, смотри, как покраски сделаны. Ты видел, как сделаны покраски? Да, нормально. Не обычные квадратики, а какие-то штучковины. Ага. Ну, что, бери тогда у Азика, только возьми какого-нибудь красивого. У Азика, правда, цветов меньше. 8 цветов. Бери зеленый тогда. Ну, мало, ты можешь сейчас купить зеленую, подъехать к медику, можешь перекрасить ее за определенную сумму, нитру установить на нее. А грузовики они тоже апдейтят? Да. Тут есть у Азика. О, сейчас я покажу у Азика, смотри, какой. У Азика. Вот это тема. Антигелик. Знаешь, как пуляет? А, он и внутри неплохо сделан, слушай. Это все машины внутри нормально сделаны. Да, вот какая машинка неплохая. Хендайка здесь тоже есть, просто не помню, как она пишется правильно, это хендайка. Вот у меня сегодня, к сожалению, целый день багаются руки. Я уже не на первый проект захожу, но не крутятся у меня руки. Ой, это не продается, да? А-а. Нет, это не продается пока. На аукционах, если бы она была на аукционе, кто-то ее купил себе такой, по-моему. Клевая. Вот тоже красавица какой. И бодрый. С открытым верхом нету вообще клевого. Именно такого плана нету, вообще у Азика есть в открытых верхах. О, это тоже внутри проработал неплохо. Он еще и заводится, так как, смотри. А-а, ну-ну-ну. Ну, у меня, к сожалению, сегодня целый день багаются руки, но не крутится и все, блин, я не знаю, что такое. Не, прикольно, слушай, прикольно. Это тоже продажи нету, да? Нет, пока что этого нету. Должен был появиться салон, типа, советской техники, скажем так, но и нету. О, он еще и с накатом. Он еще и с накатом. Не, прикольно, он такой, я люблю технику. Сейчас нужно доделать семерку с пятнашкой, тогда, может быть, появится лада, хвост. Надо доделать. О-хо, ты какая, а? я просто баг с текстурами могу внутрь зайти с каких-то сторон надо это исправить потом добавлю но это не так серьезно лишь бы она не багалась внутри она нормально такая же семерка о приборы работают я нечто подобное уже видел по-моему у девяточка есть такая на этом движке армазка можно любую машину реализовать на которой ты в реале катаешься ну да да лишь бы она не сжала фпс на проекте работает смотрите приборочка работает такая же девяточка я показывал на virtual только там девяточка для восьмерка была смотрите какая есть семерина красотища вот это тоже приятная машинка очень приятная аварийка работает на QE на любой машине аварийки включаются это тоже да или пока нет ну у нее такие же проблемы как у пятнашки углы вот эти вот блин семерочная приборка родная прямо вот у меня когда-то была такая машина ну блин здорово ну это лучше чем блин ржавые жигулишки ну естественно я их вообще не люблю эти ржавые жигулишки не ну прикольно смотрите карты дверные ну так конечно не особо но сделано ой а звук какой неприятный да вот эту машину знаешь ой звук неприятный неприятный звук а это из фильма такси ага такой я видел приборка работает звук приятный текстурки к сожалению подразмазаны слегка ты такой добавит его просит добавить скорее всего да бля ну он прикольный слушайте здесь все машины с накатом вот я один раз нажал смотри сколько он недолго едет он сразу не останавливается со спальником да он еще и со спальником ты видишь там что в спальнике находится а магнитола здесь музыку может слушать очень круто ха 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 вот такой вот камазик даже не работает ну шишигу я знаю шишигу я уже смотрел здесь вообще стоит фотография вместо этой самой приборки о это что за дровяк а ну это Урал да или как он там Сибирь да Сибирь как раз я вообще не его хотел да и правильно мы его уже видели это скучно гля еба вот эта пушка это в продаже есть да я так понимаю нет его нету что же здесь в продаже есть нифига себе емае а вот это тут мне как раз не нравится он сделан хорошо а он когда едешь останавливается сразу же да да такой же вот он внутри то проработан неплохо и даже приборы работают нет нет а здесь накат есть здесь есть накат и звук приятный и звук приятный блин над ней уже кто-то поработал я вот недавно такой показывал и там в общем только W отпускаешь он тут же тормозит вот сразу же нет над этим уже кто-то поработал он совсем по-другому себя ведет это не та машина которую я показывал не та это он да нет себе такую раскраску чтобы было понятно сразу же кто это едет русская аббревиатура уже радует форма такая же ржанты все дела там под званием ну то есть поддерживается да название проекта поддерживается визуалом я так понимаю да ну да ну смотри я сейчас снимаю и заставлю медику смотри сейчас прикольно тоже мне нравится этот ну а что прикольно сделано кстати да можно докопаться до текстур но в принципе в принципе нормуль дырка прикольно на самом деле выглядит да да прикольно такие да подразмыленные текстурки немножко но оно терпимо вот терпимо действительно вон такая же еще одна ой звук вот звук звук и я вижу небольшой баг по моему да нет она просто так крестнулась о у меня руки кстати от багались все поворачивает звук вот только неприятный звук вот так в принципе вообще нормуль ну это я так понимаю тоже самое да 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 только с такими полосками прикольными у медиков нельзя назад садится ммм надо делать там каталка лежит вот в чем польза встретить администрацию можно посмотреть то что есть на проекте то что будет на проекте смотрите это русская символика ну не русской в смысле а российской неправильно выразился российская символика везде ну проект называется так же и визуал поддерживается этот мчс другой что то еще хочется показать а ну уазик уазик ну мы сейчас на таком поедем это в принципе такой же как и продается да или это другой не знаю если это патриот а у вас симба а это патриот да это другой ну вот тут детализация на уровне я вам скажу слушай детализация вообще прикольная только вот эту надпись магнитола все именно раздражает колечко мыши протони нажми правую струну мыши она больше не будет появляться нет прикольно я слушаю там нужно чтобы музыка была включена а правда не полный список там 28 песен по моему всего в ней лючок такой тонированный поехали в фуры посмотрим не доедете никогда оттуда да да едем еще тимурка давай ты за руль ну а здесь та же самая ну прорисовка как и в патриоте прикольная с поворотником едем а ему без разницы у него там да едет классно он когда разговаривает у него персонаж на бок наклоняется блин когда едет у него все мигает ну и вот друзья огромное количество времени заняла нам наша демонстрация техники которую нам предоставил администратор и это еще при условии того что я не все вам показал потому что не вся техника которую нам показали заслуживает внимания но тем не менее он показал то что будет на этом проекте то что планируется то что вот-вот введется и то что принадлежит аукционам то есть будет продаваться на аукционах поэтому время заняло это конечно же огромное количество ну я предлагаю на этом эту часть обзора закончить и мы с вами встретимся уже в следующей части где посмотрим на то что еще есть на этом проекте какие то может быть интересные или уникальные штуки которые здесь есть которые нам хотелось бы вам показать ну а на этом у меня все спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго спасибо за просмотр!